60 лет со дня первого полета. Столько лет назад украинский самолет Ан-24 впервые взлетел в небо. А ровно через 10 лет конструкторы бюро Антонов отправили в полет следующую модель Ан-26. Сейчас оба самолета используются во всем мире на аэродроме в Киевской области в честь своих машин. Их авторы предприятия Антонов устроила показ техники. В небе юбиляр Ан-24. Вот уже 60 лет эту машину используют во всем мире. Именно так и задумывали конструкторы бюро Антонов, создавая Ан-24. Коллектив сверху донизу был пронизан идеей сделать то, что нужно и что будет конкурентоспособным по сравнению с другими АКБ СССР. И даже с мировыми лидерами. Боинг, Хэрбас и так далее. Испытательные полеты совершали украинские летчики. До этого право поднимать в небо новейшие модели в тоталитарном СССР имели только московские пилоты. Самолет выдерживает температурную амплитуду в 100 градусов Цельсия. Взлетает и садится на грунтовых аэродромах без твердого покрытия. Простота использования и большие возможности применения сделали эту модель популярной во всем мире. С 1959 года Ан-24 было создано 1374 самолетов. Еще больше Ан-26. Этот самолет взлетел через 10 лет после своего предшественника. 24-й и 26-й Анны часто используют украинские военные. Своё мастерство они демонстрируют в небе, показывая фигуры пилотажа и высаживая десант парашютистов. У одного из самолетов на этом шоу уникальная история. До войны с Россией этот Ан-26 использовали в качестве донора 10 лет подряд, переставляя его детали на другие машины. Когда начались боевые действия, от самолета остался лишь фюзеляж. Вторую жизнь он получил благодаря волонтерам. Нам слали деньги как из Украины, так и из других стран. Были случаи, когда деньги пересылали даже из России. Так что этот самолет за полгода встал на крыло. Заменили все, что с него снято. И поставили исправное. В небе над аэродромом полеты в честь юбиляров. На площадке их потомок. Топовая современная машина Ан-178. И в трехлетний срок мы, Украинборомпром, коллектив Антонова, готовы поставить такой прекрасный самолет для нужда наших военных. О новом самолете мечтают и бойцы 15-й бригады транспортной авиации. На машинах, празднующих 60 и 50 лет со дня первого полета, они выполняли десятки боевых задач на востоке страны. Перевозили раненых и сбрасывали грузы, так необходимые украинским воинам. Игорь Меделян, Сергей Линский, ЮЭТВ.